Далее эфир продолжит Вести.нет. Обзор новинок из мира технологий и видео мобильных репортеров представит Виталий Арутюнян. Виталий, здравствуйте. Ждем от вас ярких и даже пугающих видео. Здравствуйте, Анна. Пугать не буду. Сразу приступим к роликам мобильных репортеров. В Якутии транспортное движение между двумя населенными пунктами оказалось полностью парализовано. Все это из-за дождей, которые размыли единственную связывающую магистраль. Сейчас это больше напоминает болото или грязную реку в тропический сезон дождей. Теперь людям не остается ничего, кроме как ждать спасателей иной возможности добраться из точки А в точку Б у них просто нет. Когда строительные работы явно пошли не по плану. Видео из США, где рыли котлован для новой многоэтажки и установили один из экскаваторов на гребне земляной насыпи. Вроде бы ничто не предвещало проблем, но стоило оператору попытаться залезть в кабину, как экскаватор такой нагрузки не выдержал и скатился по склону. А вот самому мужчине явно повезло. Мог бы оказаться раздавлен тяжелой техникой, но отделался лишь испугом. Это уже кадры с камер наблюдения в Китае. Один из гнезовиков в довольно плотном автомобильном потоке выскакивает навстречку, где в него врезается пассажирский автобус. Ну а в сам автобус влетает легковушка, которая ехала следом. Затормозить никто бы точно не успел, так что получилось вот такое тройное ДТП. Если пострадавшее, неизвестно, но несколько очевидцев сразу бросились к месту происшествия. То ли чтобы помочь, то ли просто чтобы поглазить на последствия. Кто сказал, что летающих автомобилей не бывает? Вот этот, например, по-настоящему взлетел из-за своего водителя, который превысил скорость на участке перед въездом на платную дорогу. Машина подпрыгнула на какой-то неровности и после воздушного кульбита ударилась о терминал. А затем то, что от нее осталось, рухнуло на асфальт колесами кверху. Выглядит немного жутко, и шансов выжить в таких условиях у бразильского лихача, похоже, было немного. Теперь новости технологии. Крупнейшая игровая платформа Steam запустила портал Steam TV. Все отраслевые издания сразу расценили это как повторную попытку Steam выйти на рынок стриминга игр. Очевидно, Steam постарается потеснить с этого рынка лидера сервиса Twitch. Благо, на этом рынке есть за что бы вороться. Например, только финальную игру турнира по игре Dota 2 в прошлом году одновременно в прямом эфире посмотрели почти 5 миллионов человек по всему миру. А общее количество просмотров исчисляется десятками миллионов. Для тех, кто не очень сведущий в игровых перипетиях, Twitch это платформа, позволяющая транслировать в реальном времени прохождение тех или иных игр, а также проводимые по ним турниры. У Twitch продуманная модель монетизации сервиса, позволяющая игрокам зарабатывать либо на подписках на свои каналы, либо через отчисление от показа рекламы. Рынок и правда очень многообещающий. Недавно гендиректор Twitch Эммет Шир заявил, что его цель увеличить рекламную выручку компании до 1 миллиарда долларов. Учитывая многомиллионную лояльную аудиторию сервиса, эта цель кажется легко достижимой. В начале августа на Twitch был побит рекорд. Один из его пользователей собрал аудиторию в 10 миллионов подписчиков. Для сравнения, у YouTube-канала футбольного клуба Real Madrid меньше 4 миллионов подписчиков. Правда, Тайлер Блевинс, именно так зовут игрока, привлекшего рекордную аудиторию, шел к этому 7 лет. Сегодня же он зарабатывает полмиллиона долларов в месяц.